Учёные утверждают, а им можно верить, что 1700 лет тому назад произошло важное событие. Человек встал на коньки. Да, возможно, это произошло намного раньше, но до нас дошёл единственный конёк, созданный именно тогда. Да, потом появились деревянные коньки с железными полозьями, а потом голландцы смастерили железные коньки целиком. Откуда я всё это знаю? Это гравюра из книжки, которая издана 500 лет назад в Голландии. Называется она «Жизнь Людвины». Людвина каталась на коньках и упала. Очень трогательная история. В России увлекались коньками издавна. Пётр Первый не только любил кататься, но даже усовершенствовал коньки, придумав глухое крепление к ботинкам. По тем временам большое дело. Подожди, Метла. Я не забыл о тебе. Потерпи. Наша история продвинулась вперёд, когда встретились два гениальных изобретения человечества мяч и коньки. Любители зелёного хоккея встали на коньки, и зима перестала казаться им такой длинной. «Бэнди» — так назвали новую игру. В России в конце прошлого века эта игра стала настолько популярной, что её в некоторых странах называют русским хоккеем. На замёрзших озёрах и реках ставились ворота, и начиналась стремительная лихая игра, развивающая силу, ловкость, смелость. Ну вот, только этого не хватало. Опять метла и не одна. А, впрочем, на этот раз метла тут появилась вовремя. Теперь речь пойдёт о ней. Ну, конечно, я должен сказать тебе, ничего доподлинно неизвестно, но говорят, что было так. Однажды канадские мальчишки собрались играть в хоккей с мячом, а клюшек у них не было. Тогда на помощь им пришла метла. Она стала для них клюшкой. Играли они на льду озера, а на берегу стоял дом. Надо сказать, что игра мальчишек хозяину не очень нравилась. И он был прав. Нам такой хоккей не нужен, подумал хозяин и сделал вот что. Говорят, так появилась шайба. А метла, можно сказать, помогла возникновению хоккея с шайбой. Конечно, вскоре срезанный мяч заменила настоящая шайба, а метлу хоккейная клюшка. Может быть, всё было по-другому, но точно известно, что в середине 60-х годов прошлого века в Канаде состоялся первый матч по хоккейу с шайбой. Новый хоккей быстро получил признание. И неудивительно. Игра покоряла мужеством, скоростью, необычной техникой. В 40-х годах состоялись первые матчи у нас в стране. С тех пор советский хоккей стал одним из ведущих в мире. Но об этом ты и сам знаешь. Канаде 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 Вот и вся история, которую я хотел тебе рассказать. Канаде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok